В этой цепи последовательно соединены катушка индуктивности, конденсатор и лампа накаливания. Собственная частота колебательного контура с такими параметрами, посчитанная по формуле Томсона, составляет 3450 Гц. Подадим на конце цепи переменное напряжение амплитудой 8 В и будем постепенно менять его частоту от 3 до 4000 Гц. Лампа сначала не горит, потом разгорается все сильнее и сильнее, а затем она начинает постепенно меркнуть и в конце снова гаснет. Посмотрим, как амплитуда переменного тока в цепи зависела от частоты. Мы видим, что максимум амплитуды приходится на собственную частоту контура 3450 Гц. Резонансная раскачка колебательного контура совершенно аналогична резонансной раскачке маятника. Мы подталкиваем маятник, когда он проходит на низшее положение равновесия и его скорость максимальна, потому что сообщаемая мощность равна произведению силы на скорость. Точно так же при раскачке колебательного контура максимум внешнего напряжения должен приходиться на максимум тока в контуре, когда конденсатор полностью разряжен, потому что сообщаемая мощность равна произведению напряжения на силу тока. Подадим на конце этой цепочки переменное напряжение с амплитудой 0,5 В и будем по отдельности измерять напряжение на катушке и на конденсаторе. А сумма этих напряжений в любой момент времени, конечно же, будет равна входному напряжению. Возьмем частоту входного напряжения 1500 Гц, заметно меньше собственной частоты контура. ЭДС индукции в катушке мала, и она раскачивается в противотакт со входным напряжением, а напряжение на конденсаторе оказывается чуть большим входного напряжения. Напротив, установим частоту входного напряжения 8000 Гц, что заметно больше собственной частоты контура. Теперь конденсатор заряжается весьма слабо и раскачивается в противотакт со входным напряжением, а напряжение на катушке оказывается чуть большим входного напряжения. Наконец, установим частоту входного напряжения равной собственной частоте колебаний в контуре, чтобы внешние пульсации находились в резонансе с собственными колебаниями. Обратите внимание, амплитуда входного напряжения равна 0,5 Вольта, а амплитуду напряжений на катушке и на конденсаторе достигли 7,5 Вольт, в 15 раз больше. При этом они сдвинуты по фазе почти на 90 градусов в разные стороны от входного напряжения. Максимум входного напряжения действительно приходится на нулевое напряжение на конденсаторе, когда сила тока максимальна. Колебательный контур – это важнейшая часть радиоприемника. На Земле работает огромное число разнообразных передатчиков электромагнитных волн. И все эти волны проходят сейчас прямо через эту комнату и возбуждают колебания в антенне приемника. А нам нужен только один из этих сигналов, тот, на частоте которого работает интересующая нас радиостанция. Настраивая радиоприемник, мы подстраиваем его колебательный контур так, чтобы его собственная частота совпала с частотой принимаемой радиостанции. Сигнал на этой частоте многократно усиливается за счет резонанса, а все прочие сигналы не находят практически никакого отклика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин